Мы были свидетелями первого этапа Женевы-3, 25-26 числа, когда представители сирийской оппозиции приехали с достаточно воинствующими настроениями, почему-то считая, что их предварительные условия могут быть удовлетворены, потому что они представляют сирийский народ. На самом деле нет. Сирийский народ сегодня представлен различными военными и политическими группами, которые отстаивают свои интересы. Но главное, сирийская государственность, сирийскую независимость и суверенитет отстаивает правительство Башарасада, вооруженные силы, которые совместно с воздушно-космическими силами России сегодня проводят успешную наземно-воздушную операцию. И успехи мы все видим. За последние буквально три месяца освобождено более двухсот населенных пунктов, в них восстановлена власть, муниципальное управление, организовывается самооборона, которая осуществляет функции милиции. И я думаю, что вот тот успех, военный успех, которого добились вооруженные силы Сирии, его нужно развивать. И главное пресечь все транспортные пути доставки вооружения, боеприпасов, финансирования для джихадистских групп. И остановить сейчас вот это наступление просто нельзя. Все требования оппозиции сначала остановить, а потом вести переговоры, я думаю, что это требования неприемлемы. И можно о них договариваться только с гарантами этих переговоров, то есть с Соединенными Штатами Америки. В том случае, если они возьмут на себя те обязательства, которым можно верить, что после этого джихадистские группы будут отходить с территории Сирии за государственные границы. Но мне представляется, что это невозможно. Договориться об этом тоже. И я думаю, что американцы это понимают. И выход на решение о том, что нужно сотрудничать по всем направлениям, в том числе и по военному, свидетельствует только о правильной, последовательной политике президента Путина на сирийском направлении, выдержку такой боевой могучий дух сирийской армии. И во взаимодействии с курдским ополчением и самообороной городов способны сегодня продолжать развивать эти успехи. Вот я думаю, что сирийские переговоры, которые будут обсуждаться в том числе и на Мюнхенской конференции, это очень важно, это вообще ключевое звено всех тех обсуждений, которые мы ожидаем от наших партнеров как в Европейском Союзе, так и со стороны Соединенных Штатов Америки, региональных игроков этого конфликта. И на какие решения выйдут переговорщики, это важно для перспективы поствоенного урегулирования в Сирии. И мы должны продолжать стоять на своем. Остановка боевых операций может быть только при гарантии Соединенных Штатов Америки, что все должны выйти за пределы географических границ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова